На этой неделе гуманитарная ситуация в Арцахе еще больше усугубилась, а ситуация с гуманитарным грузом из Армении осталась без изменений. Село Корнедзор Сюникской области, где стоит конвой, оказалось в центре внимания иностранных дипломатов и представителей международных организаций. Начиная с 26 июля подступ к Лачинскому коридору посетили аккредитованные в Армении дипломаты, а позже представители ООН в Армении. Все они ознакомились с ситуацией на местах и пообщались с представителями власти. В частности, постоянный координатор ООН в Армении Нанна Скаун 3 августа в Корнедзоре зачитала требования генерального секретаря ООН открыть коридор и пропустить груз. В заявлении Антонио Гутерриш выразил обеспокоенность проблемой со свободой передвижения по Лачинскому коридору, ухудшением гуманитарной ситуации на земле и призвал принять срочные меры для доставки помощи нуждающимся. Генсек ООН потребовал немедленно принять меры, чтобы разрешить доставку гуманитарной помощи, а также активизировать усилия по долгосрочному урегулированию отношений во благо мира и безопасности в регионе. Напомним, что гуманитарный груз для жителей Нагорного Карабаха был направлен из Еревана в Степанакерт 26 июля, везя 361 тонну гуманитарной помощи. 2 августа к 19 машинам, присланным правительством Армении, прибавились еще две грузовые машины компании Grand Candy со сладостями. Они также не пропускаются азербайджанской стороной. В самом Арцахе гуманитарный кризис усугубляется с каждым днем. В магазинах прекращены поставки продуктов питания. В аптеках закончились лекарства, питание для детей и средства гигиены. Из-за нехватки топлива приостановлен весь общественный транспорт. Люди вынуждены часами стоять в очередях за хлебом и молоком. Участились случаи голодных обмороков и выгодышей у женщин на последних месяцах беременности, обусловленных недоеданием. Регион также на грани санитарного кризиса, так как мусороуборочные машины не имеют возможности очищать город за нехваткой бензина и газа. Параллельно тяжелейшей гуманитарной ситуации в Нагорном Карабахе, Азербайджан в течение последней недели похитил двух граждан Нагорного Карабаха. 68-летнего Вагифа Хачатряна, которого Международный комитет Красного Креста переводил в Армению для операции на сердце, и 61-летнего Рашида Бегларяна, который пытался окольными путями добраться до Армении. По вопросу защиты прав Вагифа Хачатряна и Рашида Бегларяна, Армения обратилась в Европейский суд по правам человека. В обоих случаях суд обязал Баку до назначенного срока предоставить информацию о пропавших гражданах Карабаха. На фоне кризиса в Арцахе периодически встает вопрос эффективности российских миротворцев в Нагорном Карабахе. Комментируя заявление премьера Армении по теме, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что считает слухи о возможном выводе российских миротворцев из Нагорного Карабаха абсолютно непонятными. По ее словам, российские миротворцы выполняют в Нагорном Карабахе ряд важных функций. Обмен пленными, разминирование, урегулирование инцидентов, оказание гуманитарной помощи. К сожалению, мы видим, что представители правительства Армении занимают неоднозначную позицию по ряду важных вопросов. Поэтому было бы хорошо, если бы в этом пункте не было двусмысленности, потому что игра слов до добра не доводит, сказала Захарова. Дискуссия началась с заявления президента Турции Таипа Раджепа Эрдогана о том, что к 2025 году российские миротворцы покинут Нагорный Карабах. Эрдоган отметил, что согласно договору российские миротворцы будут оставаться в Карабахе до 2025 года. «Я верю, что Москва будет придерживаться заключенного соглашения. Мой брат Ильхам Алиев также внимательно следит за ситуацией в регионе», сказал президент Турции. Комментируя это заявление, на пресс-конференции 25 июля, премьер-министр Армении Никол Пашинян сказал следующее. «Если Российская Федерация решит уйти, независимо от нюансов, это как минимум означает, что такой опасности в Нагорном Карабахе нет. Если в Нагорном Карабахе есть такая опасность, трудно представить, как можно принять такое решение. А если такой опасности нет, значит, например, диалог Багу-Степана Герта в рамках международного механизма признан эффективным, и стороны фиксируют, что присутствия миротворческих сил там больше нет». Позже на этой неделе Мидарев выступил с новым заявлением. Уже касаясь заключения мирного договора, заявляя, что попытка наспех заключить мирный договор между Азербайджаном и Арменией в ущерб качеству и должной подготовке обернется новыми конфликтами в будущем. Говоря о мирном договоре, возвратимся к ранее сделанному заявлению премьер-министра Армении Никола Пашиняна на заседании правительства, где он сказал следующее. «Кажется, план Азербайджана таков – подписать мирный договор с положениями, оставляющими место для оспаривания зафиксированной Алматинской декларации границы между Арменией и Азербайджаном, а затем предъявить территориальные претензии Армении в процессе демаркации и делимитации», – сказал он. Никол Пашинян еще раз подчеркнул приверженность Армении соглашению об установлении мира на основе признания территориальной целостности друг друга. Мы ждем публичного подтверждения этого соглашения азербайджанской стороной. И из культурных новостей Армении. 5 и 6 августа в Дилижане пройдет винный фестиваль «Дилижан Вайнфест-2023». На территории виллы Агаси-Ханджана соберутся более 25 винодельческих домов и ресторанов из Армении и соседних стран. В программе «Ярмарка виноделов», «Винные дегустации», «Мастер-классы», «Винная живопись», «Живая музыка» и «Развлечение». Для того, чтобы увидеть воочию, как пройдет фестиваль, смотрите репортаж «Сивилнет» из Дилижана. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!